Лайк, видосик, увлепи, комментарий напиши и подписку жми и и и. А в ответ привет лови. Как, как, как. Станет нас три миллиона. Три лимона, три лимона. Желтеньких лимона мяу, мяу, миллиона, мяу. Привет, я Киса Алиса. И сегодня у меня будет антистресс поп-ит Among Us челлендж. Во, как я придумала. Мяу. Классно, да? Мяу, мяу, ставь мне лайк за это. Короче, пока все остальные песики выбирают себе поп-иты для челленджа, Я выбрала гигантский поп-ит Among Us. И я должна его уничтожить самыми разными способами. Кстати, вы знаете, что на ютубе беда? С нашим каналом Magic Family что-то случилось, кто-то хочет его уничтожить. Это очень плохо. Там вышло несколько новых видео. Вы просто обязаны их посмотреть, поддержать нас, поставить нам лайк, написать нам комментарий, подписаться на канал, чтобы не дать ему умереть. В последних роликах очень много новостей. Обязательно посмотрите, я ссылку внизу оставлю. Алиска, киска, привет. Ты меня звала? Будешь помогать мне уничтожать Among Us поп-ит. Ничего себе, какой он огромный. А про наш канал Magic Family, да, ты права, нам очень нужна поддержка, ребят. Надеюсь, они поддержат нас и посмотрят на ролики. Ладно, давай начинать наш кота-челлендж. Так, ну давай для начала посмотрим, что это такое. Это огромный поп-ит Among Us. Это такой чувачок из Among Us. Он разноцветный, практически как радуга. Это красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, фиолетовый. Получается тут шесть цветов. Я думаю, раз у него шесть цветов, надо придумать целых шесть способов уничтожения. Ммм, целых шесть? Это надо иметь очень большую фантазию, но я попробую. Идея очень классная. Кстати, он не двухсторонний. То есть мне нужно сначала вот эти все кнопочки перевернуть, чтобы потом эти пупырки наконец-то нажимать, а не щелкали. Зато он очень большой. Да, уж просто гигантский. Он больше тебя, Киса Алиса. Как же мне нравится щелкать этими пупырками. Не знаю, кто придумал антистресс поп-ит, но это реально залипательная штука. Как в принципе и симпл-димпл. Ань, все, хватит уже щелкать и болтать. Пора придумывать способы уничтожения. О, как же они щелкают. Мне так нравится щелкать. Я прощелкала все красные, теперь я щелкаю оранжевыми. Это так прикольно. Аня. О, мне так нравится. Как будто на пианино играет. Можно даже какую-нибудь мелодию сочинить, да? Ань, слушай, ну ладно. Ну, класс. Я уже все желтые прощелкала. Сейчас еще зеленые прощелкала. Все, кидай его сюда. На. Ой, ты что, ты что, прямо в меня-то? Киса Алиса, прости, я случайно. Все мозги запопытила. Да, уж это точно, видимо, правда запопытила все мозги. Что ж, не поняла, куда попадаю. Кинула его в тебя. О, я не могу просто остановиться. Это попыт-зависимость, хватит, Ань. Давай задание. Задание на уничтожение. Шесть цветов, шесть заданий. О, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ань. Все, 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 хорошо. Не злись, Киса Алиса. Листок, ручка. Ну, что ты за рукожоп? Так, еще раз, листок, ручка. И сейчас я буду писать, напишу тебе шесть заданий на уничтожение. Так, у нас получается восемь листочков, значит, два лишние. Они нам не нужны. Да, уж, видимо, у нее первая дозировка попы там. Попыт бешенства. Одно из заданий пусть будет постирать в стиральной машине. Мне кажется, он точно уничтожится. Я скомкаю все эти бумажки, чтобы ты не видела, что на них написано. А, вот так, да? То есть я не буду знать, что за задание мне выпадет. Именно, это же челлендж. Мы сложим их все в коробку. И ты будешь доставать по одному. Не зная, какое будет следующее задание. Давай, погнали, прямо сейчас. И первый способ уничтожения. А пусть Фимичу достанет. А мы, ну я, да? Я вот эту бумажку, вот эту даю. Хорошо, ладно. И на этой бумажке у нас написано скинуть с крыши. Так, подружки, помогайте. Так, тащим его сюда. Я пойду на улицу, а вы пойдете на крышу. Отлично, Гесса, Лиса. Да, мы ее затащим вон на чердак. А с чердака вылезем на крышу и прямо с этой высоты скинем его вниз. Я думаю, что он точно сломается. Он не может сломаться, он же мягкий. Ну, в смысле, порвется. А мне кажется, ему все равно. Ну ладно, давайте лучше попробуем. Вот именно, что гадать? Залазим на чердак. Я залезу туда, а ты давай тоже залазь и подавай. Ага, на, держи. Все, затаскиваю. Отлично, залазим мой. Кидаем. Ну что? Ну что? Да, ничего. Упал, слепнулся и все. Короче, ничего не поменялось. Девочки, а вы обедать будете, а то я без вас уже кушаю. Наш плотин такой вкусный, что я могу две порции съесть. В общем, я не буду вас ждать, ладно? Так, короче, смотри, я достала следующее задание. Ага, я вижу, давай посмотрим. Переехать. Переехать не в смысле в другой дом. А переехать попы и пусть кто-нибудь садится за руль. Я уже готова. Наш трактор везу. Не везу, а веду и не трактор, а квадроцикл. Ух, Миша, Миша, ладно, начинаем эксперимент. Вперед! Сейчас посмотрим, как он это испытание выдержит. Кажется, я так сильно разогналась. Да, уж, конечно, разогналась. Одна пупырка внутрь воткнулась и все. Давай назад попробую. Ну, попробуй. Вот так его задним ходом, двумя колесами. Так, и вот так. Короче, Миш, не старайся. Смотри, а ничего не поменялось. Ну-ка, ну-ка. Ну, нет, вон, несколько пупырок все-таки воткнулось, по-моему. Ладно, что, давай следующее задание доставать. Не порся, Лиз, я думаю, там есть один такой способ, который точно его уничтожит. Я достала бумажку. Сейчас посмотрим. Ну, не грусти, Кисалис. Да, ничего не получается. Да ладно, ну погоди, ты еще не знаешь, что будет дальше. Смотри, растянуть максимально. Вот это, ну, ему точно пофиг. Ну, подожди, подожди, мы не знаем. Давай сначала проверим, как он руками тянется. Ого, он такой достаточно плотный, руками практически не растягивается. При том, что он такой длинный и вообще и мягкий, и при этом не тянется совсем. Всего лишь на несколько сантиметров. Чуть только расширяется. Да, удивительно. Ладно, знаешь, какая мне идея? Прибить его кваджем. Ого. И растягивать. Мне кажется, твоя идея даже круче. Давай попробуем. Итак, присверлим нашего амонгасика, попытик наш, вот так вот сверху. Отлично. Держится он тут точно крепенько на целом саморезе-то. А теперь попробуем его тянуть. Тяни со всей дурой. Да, я это и буду делать. Ого, ничего себе, он такой вот жесткий и плотный. Ну, давай, тяни. Киса-лиса, я стараюсь, я тяну очень сильно. Его и с ним ничего не происходит. Ого, диза, мне кажется, порвался. Отлично. Крутяк. Хоть одно испытание не прошло зря. Но на самом деле ничего такого. Слушай, Киса-лис, конечно, мы его не измельчили, тут не сожгли. Хотя, как мы помним из прошлого испытания над попытами, когда у вас был челлендж между всеми вами, они не особо-то горят. Но хоть что-то произошло все-таки. Ладно, давай следующее испытание попробуем. Давай. Знаешь что, ну-ка, достань-ка в бумажку вот эту вот в самом углу, у самого краешка. Утопить. В ванне давай. Может, он и утонет. Вряд ли. Я как раз для вас тут уже целую ванну подготовил. Спасибо, Иван. Ну что, Миша, давай, скидывай его в воду. Так, потихонечку опускаем его в воду. Ого, кажется, он тонет. Ничего себе, и правда тонет, но наша задача его утопить. Ну-ка, встань-ка на него всем своим весом. Кисарис, и мне кажется, он уже утонул. Мне кажется, он уже на дне, и стоять на нем бесполезно, он уже не всплывет. Ничего себе, и правда. Да, видимо, его действительно возможно утопить, как ни странно. При том, что он вроде как резиновый, при том, что он вроде как, ну, легкий, не такой уж тяжелый. Он бы должен плавать в воде, на воде точнее. А он тонет. Кстати, знаете, что я интересно заметила? Он не просто тонет, он из-за его вот этого расположения правильного пупырышков, его можно практически поставить в воде на бок. Смотрите. То есть, в жизни его на бок вот так не поставишь, он упадет по-любому. А в воде он стоит прямо на боку. Это все из-за того, как он устроен. Вот эти вот полосочки и вот эти вот шарики, дырочки. Ну-ка, а если его поставить прямо на ноги, а монгас попит в воде, он падает и начинает тонуть. Не, реально, это так необычно. Так, еще раз попробую на ноги поставить. Вдруг все-таки встанет. Нет, он сгибается и тонет. Но очень прикольно, что его можно поставить на бок. Прямо реально. Он такой тонкий, но он удерживается в воде и прямо стоит вертикально. Смотрите, это так прикольно. Просто магия какая-то, ребята. Так, ладно. В любом случае, это испытание попут не выдержал. Его, возможно, утопить. Его реально можно. Он реально может утонуть. Переходим к следующему эксперименту. Ох, какое все же залипалово. Так, я уже выбрала бумажку вот эту. Ну, давай посмотрим, что у тебя там написано. Какое испытание, какой эксперимент. Я надеюсь, тот самый, про который я думаю, который точно уничтожит как минимум часть попыта. Сейчас посмотрим. Да, действительно, да. Расстрелять из пистолета, Киселис, представляешь? Ого. Для этого мы сделаем вот что. Мы присверлим его к доске со всех сторон. Правильно. И знаете, как же мы сделаем из него мишень? Вот именно. И у нас как бы получит такая мишень на доске. Хорошенько присверлим его, чтобы он крепко держался. И теперь можно поставить его где угодно. Вот именно. Но стрелять из пистолета не очень хорошая идея. Дома. Точнее, не очень хорошая, а в принципе, очень плохая идея. У нас есть пульки и у нас есть пистолет пневматический. Но я не думаю, что хорошо это делать детям. Так что я сейчас заряжу пульки, пойду на улицу и буду в него стрелять. Поняла? Нет, я тоже выйду, но буду стоять в сторонке. И все остальные тоже будут ватраить. Ладно, но только издалека. Какие прикольные пульки. Да, пульки действительно прикольные. Киселис. Какие у тебя ставки? Как думаешь, мы простреляем его, расстреляем его? Не факт, он такой крепкий. Ну что ж, начинаем стрельбу. Такс, первый выстрел просто вмял пупырку. Получается, все пупырки, которые будут вмяты, это выстрелы. Стреляй, стреляй еще, Ань. По-моему, он даже не простреливается насквозь. Я выстрелила всю обойму. Ну вот, давай посмотрим. Раз, два, три. На каждом цвете есть как минимум по одному на зеленом, а целых четыре выстрела. Один на голубом и один на фиолетовом. Угу. И не один выстрел насквозь. То есть, пупырки живы-здоровы, они обратно возвращаются. Такого просто не может быть. Это же пневматический пистолет. Пули твердые. Жесть. Да уж, вот это да. Слушай. Ну что, какое следующее испытание? Для этого Амонгаса. Для попытки, замученного, вот ту бормашку берей. Крайнюю, окей. Так, посмотрим. И это будет шестое последнее испытание, потому что шесть цветов, шесть испытаний. Постирать. Погнали. Бегом, открывай машинку. Забрасывай его туда. Засовывай один. Ничего больше туда к нему не кладем. Не добавляем. Кажется, у него от пуль дырочки отваливаются. Становятся насквозь. Но не все. Все-таки мы его замучили. Давай, запускай машинку. Ох, ну что ж, водичка набралась, стирка пошла. И наш попыт Амонгас стирается в стиральной машине. Посмотрим, чем это все закончится. Случится с ним что-нибудь или нет? Какие у тебя ставки, киса Алиса? Вообще без понятия. Он такой непорядок. Сказуй, мы никогда не знаем, что он может выдержать, а чего нет. Согласна, это очень-очень странно. Ну что ж, стирка закончена. Давай доставать, посмотрим, что из него получилось, что от него осталось. И похоже, все. Похоже, он цел, целиком. Ничего с ним не произошло. Как такое может быть? После стирки в нем образовалось лишь больше дырок. От тех, я думаю, пуль, которые прострелили в его Амонгасовское тельце. Рваная рана от растягивания. Ну и он тонет в воде. Все остальное просто на него не подействовало. Это же капец. Напишите в комментариях, как его уничтожить. Хотите еще экспериментов с попытками, ставьте лайк. И идите смотрите новые ролики на канале Magic Family. Это очень важно. Поддержите нас. А еще ставьте лайки и подписывайтесь на канал.